Оставил машину на 5 минут и больше на том месте ее не обнаружил. Ситуация вовсе не криминальная, а вполне законная. У гостиницы Чувашия три знака «Стоянка запрещена» установлено уже давно. Тем не менее, автовладельцы предпочитают их игнорировать. Администрация города, дирекция гаражного хозяйства и ГИБДД провели акцию по борьбе с нарушителями правил дорожного движения. Каждая из этих машин внесет свой вклад в копилку городского бюджета. Парковка под знаком «Стоянка запрещена» стоит полторы тысячи рублей. Автомобили тех, кого такая сумма не пугает, сегодня массово отправятся на штрафстоянку. Почему, несмотря на знак, водители оставляют машины в неположенном месте? Там, на том месте, где я снимаю офис, невозможно вообще припарковаться. Это вопрос, наверное, к первой площадке. А вы видели на первой площадке, какая парковка? Видели. Видели? Ее нет. Ее нет просто. Там еще автосалон поставили, и там куча автомобилей. Парковки нет. И сейчас они еще больше площади открывают. Я не знаю даже, как припарковаться. Я плачу деньги за аренду, и мне негде припарковаться. И меня еще сейчас будут штрафовать. Не так страшен закон, как практика его применения. Нарушитель заплатить штраф не против. Но где поставить машину завтра, он не знает. Однако расположение знаков не чья-то прихоть. Это требование ситуации, которая ежедневно складывается на дорогах. Из-за нехватки пространства для проезда здесь часто происходят аварии. И ограничение стоянки – необходимая мера для безопасности дорожного движения. Здесь надо определяться там, где находится у них офис. И, конечно, больше внимания уделять для именно гостевых парковок. Для гостевых парковок, которые арендуют эти офисные помещения, чтобы им было удобно парковаться. То есть это, соответственно, больше вопрос, наверное, к тем владельцам тех помещений, которые сдают и в аренду, или сами арендуют. В первую очередь они должны создать те условия, чтобы они были приемлемы для их клиентов. Большое количество нарушений знака «Стоянка запрещена» наблюдается у центрального рынка Дома МОД по улице Ильбекова. Ежедневно эвакуируется 7-8 автомобилей только по этому пункту правил. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев с уважением относиться и к другим участникам дорожного движения. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!